А мы вышли из дома нашего кауча и идем сейчас в центр города с моим новым другом мира. И в центре нас должны забрать маршруткой, довести до вулкана этого, блин. Время 9 утра, это отлично, то что начинается не так поздно, потому что вчера мы чуть-чуть отдыхали. И теперь отдохнувши, идем на вулкан. Эй, свири, как дела? Хорошо. Да, и пока получается так, что автобус наш нафига не едет. Вроде в 9 договорились, время уже 9.20, но они предупреждали, что возможно какие-то накладки по времени. А мы уже купили некоторых снэков, если можно так сказать. И вот стоим ждем. Потому что я научен опытом то, что в горах хочется кушать очень сильно. Организм тратит энергию не только на движение, но еще и на согрев. И не знаю, как нас там будет кормить, поэтому лучше перестраховаться. Автобуса все нет. Мы уже ко всем маршруткам подходим, которые здесь проезжают, и спрашиваем, а это не вы ли наш гид? И вот стоим здесь. И вообще они сказали быть у парка. Вот это все, это парк. И парк имеет 4 улицы вокруг себя, поэтому не знаю. Надеюсь, мы стоим в нужном месте. А мы переместились на такую остановку. Погода, кстати, сегодня облачная, поэтому не знаю, насколько будет классный вид вулкана. Вот. Уже мы час здесь прождали, и никаких известий. Наверное, может быть, через полчаса они приедут, потому что написали ватсап. Будем через 10 минут. На гутемальском это означает примерно через полчаса. Вот такие вот здесь временные рамки. Если соберетесь куда-то, помните об этом. И что ж, мы наконец-то идем. Время полодинцато уже. Что ж, маршрутка привезла нас к вот такому базовому лагерю, который находится прямо на дороге. Здесь много туристов, которые встречаются, собираются или просто что-то делают. Может быть, кто-то уже отъезжает, а мы начинаем движение. Нам выдали вот такую форму. У меня опять интересная шапочка, как и в прошлый раз, и красная курточка. Так что, если я потеряюсь, мне будет легко найти. Нам выдали еще вот такие палочки. Но единственный вопрос, когда нас, блин, уже покормят? Потому что я хочу есть. И вот здесь начинается тропа. Здесь уже предлагают какую-то текилу. Ты хочешь пить? И что ж, мы начали восхождение на нашу тропу. Дорога здесь такой вот вулканический песок. Но хорошо притоптан. И идти по нему не сложно. Да и вообще что-то пока не очень сложно, если честно. Группа, конечно, разделяется. Мы тут вначале идем, а часть там идет в конце. И наверху уже виднеются облака, в которые, мне кажется, мы погрузимся. И я надеюсь, что получится увидеть вулкан, а не так, что он будет весь в облаках. А компании у нас тут самые разные. И я из России, из Финляндии, из Европы, из Польши, из Израиля, из Франции. В общем, очень многослойная. Это круто. Тем более, что мы еще будем вместе целые сутки. Так, мы добрались до такого небольшого базового лагеря, где есть вот такие кафешки, напитки, еда и всякие штучки. Здесь очень много иностранцев. Очень много иностранцев. К слову о том, что все закрыто. И к слову о том, что путешествовать сложно и невозможно в коронавирус. Нет, это возможно. Сейчас попытаемся что-то поесть, потому что я очень хочу кушать. А здесь вот такой офигительный вид. А мы выдвигаемся, продолжаем свой путь. Путь, кстати, среди таких полей кукурузы, которые же еще кто-то сюда поднимается и убирает. И дорога у нас такая узкая, а я уже переключился на орешки, потому что голод и холод нужны калории, энергия. А у нас тут небольшая языковая школа на высоте почти 4000 метров. И здесь офигеть, какое большое дерево. Мы сидим на таком ревне и маленько-помаленько тут отдыхаем, потому что часть группы внизу, там девчонки, и они идут медленнее, чем мы. А мы прем, как трактор. Вот мы уже добрались до облаков. И еще какой-то ветер тут. И дорога становится влажной и скользкой. И поэтому можно легко подскользнуться. Но тут есть ступеньки. Такой роскоши не было на тех горах, на которые я поднимался. и это значительно упрощает. Даже самые неподготовленные могут подняться. Просто нужно идти по ступенькам. Правда долго. И вот он уровень облаков. Они прямо здесь. И мы в них. И они в нас. Эй! 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 Здесь еще один лагерь. А, и здесь наверное мы должны будем платить за вход. Вот. И отсюда уже стартует как бы официально сама тропа. И облака. И вот такие джунглевые-джунглевые деревья. И дорога уже совсем закончилась. Просто какая-то каша вместо дороги. И ботинки уже начинают становиться грязными, и очень опасно идти. Можно прямо лицом в грязь упасть. А мы ждем последнего товарища нашей группы. И идем. Мы тут разделились. Я, Мира и две француженки. Идем по чуть-чуть вверх. И вот такой вот туман. В общем, какая-то мистика здесь. Очень круто. И очень много туристов здесь. Ну это круто здесь. Здесь прям какой-то интернешнл кэмп. Кэмп. И вот такое вот оно. Это восхождение на вулкан. Думал я, если честно, что оно будет немножко побыстрее. И мы дойдем очень быстро. Но мы уже сколько идем прошли, только поднялись на 500 метров. А еще 800, если я не ошибаюсь. Очень влажно, очень грязно, но очень красиво. И очень предвкушательно. Потому что наверху, я надеюсь, нас ждет неизбываемое зрелище. Надеюсь, что облака чуть-чуть расступятся. И покажут нам эту красоту. Потому что вокруг только сейчас только белая пелена. И что-то Брок правый заколол. Что ж, у нас тут небольшой ланч. И я уже давно этого ждал. Выгляжу я, надеюсь, как турист настоящий. Потому что я и есть настоящий турист. Вот так вот. И сейчас посмотрим, что тут у нас в этом пакете. Здесь какой-то рис, салат и булка. Но рис у меня навалили достаточно салата с мясом. Ага. Типа огур овощной. А, у меня даже ложка есть. А, нет, здесь есть ложка. Все, начинаем употребление пищи. А мы с миром решили еще что-нибудь найти. И... Если угощают такими тортиками. Немного, конечно, но больше, чем ничего. Спасибо. 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 А мы уже совсем поднялись в облако. И вот даже на расстоянии 15 метров. Уже становится не видно. И здесь вот такой лес страшный какой. Все деревья поломаны. Интересно, что это. Циклон. Мне кажется, здесь такое место, где сильный ветер дует. И поэтому он даже вот так облака выдувает. Просто посмотрите. Да, вот такой вот катананго облачный сегодня. А вот наша группа. Мне все нравится. Вот. И... Собаки, кстати, которых мы чуть-чуть подкормили костями, теперь ходят с нами. Одна вот, а вторая вот там вон лежит. Но так как воды осталось совсем мало, сейчас попробуем... У меня полбутылки на два дня. Попробуем экстремальный способ добычи воды. Неплохой вкус. Точнее, просто вкус воды. Ну, не знаю, сколько так елок нужно вылезать, чтобы чуть-чуть удалить жажду. Ну, пока мы стоим, дожидаемся остатки группы. Можно чуть-чуть. Все равно что-то хрустит на зубах. Фу, блин, не лучший путь. Мы перешли на другую сторону вулкана. И здесь нормально так задувает. Ну, не совсем по-горному, но все равно прохладно. На этой стране, когда в джунглях среди деревьев идешь, то не так сильно ощущается. И вдобавок еще туман. Ты прям видишь, как ветер летит. Потому что все облака движутся вместе с ветром. И здесь это очень сильно ощущается. И природа просто необыкновенная. Неподражаемая, я даже бы сказал. Потому что столько... Такое многообразие растительности. Мох, цветы, ягоды какие-то. Колючки и деревья. На них тоже мог выглядеть. И это очень сказочно. И мы переместились вот на такое более-менее открытое место. Деревья становятся все меньше. Таких мертвых деревьев становится все больше. Облака все гуще. А мы уже перешли на разговоры о том, какое пиво лучше. Чешское, немецкое или в Польше. Ну, в общем, вот такие у нас разговоры. И вот сейчас, преодолев вот эти вот все сложные места, начался действительно походный поход. Когда ты идешь, болтаешь о чем-то. Не задумываясь о том, что уже болит нога. О том, что натерли кроссовки. То, что замерзли пальцы. Просто идешь и наслаждаешься. Вот этого могу сказать, что мне не хватало. Компании, возможно. И сейчас вот я ее получаю по полной. Это очень круто. И это даже не зависит от того места, где вы находитесь. На вулкане ли, на вулкане в Гватемале. Или где-то в Воронежской области на реке. Усь. Не важно, но важно с кем вы. Вот это важно. Окей. Но здесь, конечно, красивее, чем на реке Гусь в Воронежской области. Хотя, может быть, если бы эта река существовала, мне было бы не менее красивее, чем здесь. Нет. Нет. Вот так. Вот так вот. Вау. Мы поднимаемся, и в одну секунду даже прояснилось небо. Мы увидели землю, но только лишь на секунду. И потом облака снова заволокли. А дорога становится все подъемистей и подъемистей. И даже чуть-чуть солнышко уже начинает пробиваться через облака. Что ж, идем. Я, кстати, не думал, что так долго это будет. Оказалось, это достаточно долго. Оттого оно и лучше. Мне кажется, что я похож на эльфа новогоднего. Вот такие ягоды очень вкусные. Не знаю, как называются. Сказали, есть можно. А мы едим, потому что обеда не хватило. Я в Англии. Но лучше всего, что они в них имеют этот ликвид. Да. Кто сказал, что мы можем... Гайд? Да, Гайд. Кто хочет, чтобы мы убежали. Потому что мы сломаем. Это невозможно наесться. Я просто хочу пить. Да. Мziel представление дело. И вот у них твальный мною. Они lines можно предложить. Вообще, далеко. Они Point над ним. Они. О! Еее! Это не так сладко! Нет? Нах! Но это дерево! В моем backpack 10 литров Я ходу каждый день Но ты должен платить 50 кисалов Он не платил, ты видел? Он не платил Он не платил Он не платил Он не платил Может он продал кока-кола Мы не знаем В его бакпаке Также, там была машина Видели машина? Да, там была машина Потому что была дорога для машины Мы не взяли эту машину Мы хотим купить машину Или купить тук-тук И вот он показался На секундочку И опять куда-то пропадает И он рычит Гремит Жужжит И вот здесь Вот наши лагеря Лагерь здесь И там Выше Один мы уже прошли А вот здесь будем мы Это наше место Для ночевки А спать мы будем там Точнее Мы здесь будем Культурно развиваться И отдыхать Долгода Кольцов Точнее 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 Наша команда снимает вулкан, который уже спрятался. Выходит, правда, на секунду, но в этом солнечном свете эти секунды неподражаемые. Как здесь все красиво освещается. Не знаю, удача это то, что облака здесь или наоборот неудача, но выглядит это сумасшедше классно. И вот иногда вот так вот по чуть-чуть он вылезает из облаков, но потом облака снова забирают его в свои объятия. А иногда еще гремит и выкидывает пепел. Как красиво здесь. Облака исчезли. Это вулкан Де Агуа, вулкан воды. И с той стороны уже тень от нашей горы. Здесь, кстати, еще и луна. Или медиа-луна, как они говорят. И облака. И вот наш друг. Весь открылся. И вот такой вот сумасшедший, красивейший закат. Прямо здесь. И вот ваш погорный слуга на фоне вулкана и заходящего солнца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok